Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуй, Лина Спаская! Здравствуйте, Алексей Риман! Мы вот так официально сегодня начали, ну потому что вторник, хотя сказать понедельник, но уже вторник, 23 января на календаре. Вот сижу сейчас за эфиром и говорю, вроде было недавно только 10, уже 23, то есть это почти скоро весна получается. Вот так вот, да. А еще скоро много-много разных праздников, это день всех влюбленных, день, когда будут мужчин поздравлять, день, когда будут девушек честовать. Но сейчас не об этом, сейчас мы будем честовать человека, который, вот Алиночка, прямо сейчас за твоей спиной появился, который является тренером по плаванию, зовут его Олег Забодовников, и он кое-что сделал очень хорошее. Да, вновь амурские спортсмены радуют нас своими успехами, а именно Благовещенко Косицына Ульяна, спортсменка с ограниченными возможностями здоровья, вошла в состав сборной России по плаванию, и, конечно же, под руководством своего тренера. Мне кажется, это достойно аплодисментов, действительно, очень хорошие новости этим утром. Да, вообще, кстати, у нас сегодня утро в целом будет достаточно спортивное, но что именно помимо спорта вас ожидает сегодня, мы сейчас расскажем вам в нашем небольшом анонсе. Международный день образования, а может быть, всемирный день смеха от живота или день примерки морозного кружева вам захочется отметить сегодня. О праздниках на дату 23 января поговорим в первой части выпуска. Далее в рубрике «Не навреди» врач-педиатр расскажет, какую температуру нужно обязательно сбивать ребенку, а с каким состоянием дать детскому иммунитету побороться. С первым гостем нашей студии обсудим чемпионат «Амурский Валан-2024», который прошел на этих выходных, и возьмем мастер-класс по азам игры в бадминтон. Вторая гость расскажет все о большом федеральном проекте «Сильные идеи для нового времени», в котором может принять участие любой россиянин, от школьника до пенсионера. И завершим выпуск советами на злободневную тему, как проверить счетчики и не нарваться на мошенников. А сейчас сделаем небольшую паузу и посмотрим короткий выпуск новостей. Ровно через 10 минут встречаемся в этой студии и продолжаем программу «Наше утро». Доброе утро еще раз, дорогие зрители Амурского областного телевидения. В эфире программа «Наше утро», Алексей Римман, Алина Спасская в студии. И, судя по картинке у меня за спиной, я уже вот ее вижу в отражении, это значит, что мы переходим к нашей постоянной рубрике «День в истории». Давайте все вместе сейчас узнаем, что такого интересного произошло в эту дату, 23-й июля. Мы уже все знаем, потому что картинка Международный день образования появилась в момент того, как ты все рассказывала. И, кстати, сегодня именно этот праздник и отмечается. Алина, у тебя вот есть образование? Конечно, высшее, журналистка. Я работаю по специальности, можно сказать. А у тебя? У меня высшее, я педагог. О, чего? Урока школьного предмета. Экономики? Экономики. Я знаю, видишь, все про тебя. Да, ну смотри, что, я вот, я же тоже, как педагог, чему-то, надеюсь, учу наших телезрителей. Вот, допустим, что, вот можно делать, что нельзя, мы что-то рассказываем полезное в этой программе. Конечно, ну, образование вообще является, мне кажется, таким фундаментом в основе человечества всего в целом, и мира, и страны. Поэтому мы вас с этим праздником от всей души поздравляем. Учение свет, как говорится. Да, а если вы очень образованный человек, и думаете, как же себя сегодня попаловать, и чем себя сегодня порадовать, вы можете купить себе эскимо, и именно этим вкусным явством себя, скажем так, вознаградить. А потому что сегодня Международный день эскимо празднуется, он вам не просто так это мороженое предлагает. Давайте еще раз вспомним. То есть, это мороженое на палочке, покрыто шоколадной глазурью. Вот, само слово эскимо, знаете, вот откуда произошло, по одной из версий французов. От эскимозов. Ну да, французы, которые называли так детский комбинезон, который похож на эскимозский костюм. Вот, и поэтому мороженое, одетое плотно вот в эту глазурь из шоколада, тоже называют эскимо. Вот такой вот краткий экскурс. Я вот вообще не люблю эскимо, потому что его неудобно есть. Он вечно по палочке начинает течь, потом руки липкие. Бомашки ешь, ну не до конца разворачиваешь, что ты. Не люблю я так, мне так не нравится. Ну извините. Поэтому я люблю стаканчики. Но сегодня можно положить себе эскимо, только обязательно где-нибудь в теплом помещении. Я вообще не представляю этих людей, которые, а я таких иногда вижу, они идут по улице и едят мороженое. Думаю, вы что вообще, откуда вы приехали? Они, наверное, отмечают вот неофициальный праздник, как раз день примерки морозного кружева. Они потом в сиине вот так покрываются. Так холодно на улице, еще мороженое поешьте, конечно, давайте. Но вдруг такие закаленные есть, им не помеха. Сегодня еще день утилизации мобильных телефонов. Я впервые слышу о таком празднике. Но, напоминаю, если вдруг у вас где-то лежит какой-то старый телефон, вы думаете, да все, его уже нужно выбрасывать. Почитайте, пожалуйста, где-нибудь, как правильно утилизировать телефон, потому что там же много вот этих вот материалов, которые долго разлагаются. Знаете, как батарейки, их же просто нельзя в помойку выкинуть. Их там нужно куда-то сдавать. Вот, наверное, и телефоны, мне кажется, сдавать нужно тоже. Как минимум, аккумулятор от него 100%. А еще сегодня международный день женского спорта. Именно почему-то женского. Но мы уже говорили, что наше утро сегодня такое спортивное. И мы обязательно вот еще, конкретно я, потому что я женщина, я еще попробую на себе один вид такой вот интересного спорта. Хорошо, а коли уж он женский, я буду поддаваться как мужчина. И всемирный день смеха от живота сегодня отмечается. Дорогие мои любители, посмеяться, похохотать и повеселиться. Да, вот я специально потеряю. Ну, со всеми, мне кажется. Конечно, конечно. Вот ты прям смеешься, аж не можешь. У тебя и слезы от этого смеха. И вот живот колет, что вот ты вот прям, ну, не можешь. Да, я обычно так и стараюсь всегда смеяться. Если прям сильно смешно, я себе не отказываю смеяться до боли. Поэтому, если вы тоже большой любитель похохотать сегодня, позвольте себя. Хохочите на здоровье, а заодно отмечайте праздники, которые вот мы вам порекомендовали отмечать. Выбирайте для себя подходящий и празднуйте. Несмотря на то, что сегодня вторник, вроде бы начало недели, но это делать можно и даже нужно. Зима, многие болеют, простывают, температурят. И вот, кстати, что касается температуры, есть люди, которые вот ее нормально переносят, а есть те, которые начинают сходить с ума, как только у них там на полградуса повышается их состояние тела. Алин, как ты переносишь? Нет, мне кажется, мужчины вот начинают. У него 36,9, он уже лежит, он уже не может. Несите завещание, буду писать. А конкретно как я, мне кажется, у меня с детства была такая особенность, я как измеряла себе температуру и понимала, что оно у меня есть. Я подходила к маме и говорила, мам, у меня дыхание горячее. Ну, то есть, понимаешь, что так дело, вот так вот. И мне кажется, оно всегда, мне кажется, у человека горячее. Но мне в определенный момент казалось, что все, оно настолько горячо, что у меня вот 39. И мама у меня до сих пор спрашивает, Алин, дыхание горячее. Ну, слава богу, я болею редко, тьфу, декабря мне хватило, да. Но, слушай, некоторые же проверяют вот за голову там, да, в лоб их целуют. Да, да, да. Вот, и что делать с этим сразу? Сбивать, не сбивать, куда звонить, какие лекарства принимать? Вот обо всем этом мы поговорим далее, да? Особенно если это касается детей. Со взрослыми это вот все проще, а с детьми всегда все это намного сложнее. Поэтому сбивает ребенку температуру высокую. Или, может быть, она не настолько высока, чтобы ее сбивать, и пускай организм оборится сам. Мы сейчас посмотрим очень полезный сюжет. И узнаем ответ на этот вопрос. Температура, она может быть как инфекционного генеза, так и неинфекционного. То есть это мог быть ребенок перегреться, может быть солнечный удар, может быть просто какие-то обстоятельства стрессовые даже ситуации. Поэтому в данном случае мы должны не паниковать. И уже посмотреть, начинать снижать температуру. Ребенок до 38 градусов температуру мы не снижаем. Температура является защитным организмом. На фоне нашей температуры у детей погибают бактерии и вирусы. Поэтому он снижает. Но здесь есть ограничения. То есть если ребенок плохо переносит температуру, у него головные боли, мышечные боли, он сильно капризничает, у него ручки, ножки холодные, конечно же 37,5 надо лучше температуру сбивать. Если ребенок имеет какое-то фоновое хроническое заболевание, какую-то патологию центральной нервной системы, если у ребенка на фоне температуры судороги, то конечно 37,5 мы должны уже снижать температуру. Самая опасная температура для ребенка это 39,5-40. То есть вы должны сбить температуру, посмотреть, и соответственно уже определяться. Есть ли какие-то дополнительные симптомы, есть ли необыходимости, Если вам непонятно, потому что есть такая температура без видимых очагов инфекции, тогда лучше показать ребенка педиатру. Дорогие мурчане, сограждане и соотечественники, у меня для вас очень хорошая новость. Погодка будет летная, хорошая, теплая и приятная, потому что крещенские морозы отступают и приходит небольшое потепление. Ну это же хорошо, мы все этому факту радуемся. Да, как я уже вначале сказала, что у нас весна скоро, поэтому морозы отступают, минус у нас становится все меньше получается. И радуемся этому факту, смотрим прогноз погоды и узнаем более конкретный на сегодняшний день. Как всегда, в минувшие выходные в Благовещенске было интересно. Если говорить более подробно, то у нас прошел чемпионат по бадминтону «Амурский валан-2024». Первенство города собрало около ста спортсменов не только из областной столицы, но также из Сковородино и Константиновского района. Подробности этих соревнований мы узнаем у гостя нашей студии, вице-президента Федерации тенниса и бадминтона Амурской области Станислава Дьяконова. Доброе утро. Доброе утро. Но мы видим, что вы пришли не с пустыми руками. У нас тут есть и ракетки, и валанчики. А это мы еще используем потом по назначению. Это я как раз-таки к этому и веду, но об этом чуть позже. Сейчас давайте поговорим о чемпионате. Действительно, 100 спортсменов – это достаточное количество, как мне кажется. Ну, я думаю, да. Потому что, ну, во-первых, мы же объединили два турнира на самом деле. Это первенство и чемпионат города Благовещенска. Потому что первенство все-таки у нас проходит по детям. У нас были дети разбиты до 13, до 15 и до 17 лет. И взрослый чемпионат от 18 лет и старше. Старше есть какой-то предел вообще у этого вида спорта или нет? Вообще нет предела на самом деле. Ну, у нас есть, конечно, ветеранские турниры, допустим, от 35 лет и старше. Ну, вот самый старший участник, допустим, который был на этом чемпионате. Так, я честно не помню. На вскидку. На вскидку. 82-го года, наверное. О, ну это сколько лет? 40, получается? Да. Нормально, нормально. Бустро ты посчитал. Бустро посчитал. Хорошо. Но мы знаем, что не только из Благовещенска, да, но, как Леша уже упоминал, что из Сковородино, Константиновского района. То есть это такой свободный доступ вот всем желающим, так сказать, или как? Да. Да, мы в этот раз проводили открытый турнир для того, чтобы, ну, скажем так, у нас была возможность создать конкуренцию, да, и опять же мы говорим о том, чтобы доступность была. И прежде всего мы на городе отбираем сборную города Благовещенска, мы ее и сформируем. Но на ней могут участвовать различные спортсмены из других городов. Но, когда вот, допустим, мы будем проводить чемпионат области, там, Перенеста, естественно, только будет наши участвовать с области, потому что нам нужно сформировать уже сборную области, которая там в дальнейшем поедет на всероссийские соревнования. А как вообще в наших районах обстоят дела с этими видами спорта? То есть в Благовещенске понятно, да, вы его развиваете активно, а вот именно в районах? Ну, вот видите, уже приезжают, да, даже с районов просто на городские соревнования. У нас Сковородино, Константиновский район, Прогресс и, по-моему, сейчас уже Белогорск. То есть там ведутся какие-то занятия, да, тренировки, там это тоже активно развивается. Да, конечно, мы же обучали учителей физкультуры, они приезжали к нам на семинары, в некоторые села мы предоставили инвентарь для того, чтобы дети наши могли заниматься, вот и поэтому учителя физкультуры нам помогают. Это было открытое первенство. Да. Соответственно, мог заявиться любой желающий. Да, абсолютно. То есть, например, вот, допустим, я там с друзьями на речку поедем, я там все, давайте в бадминтон, оп-оп, там все, и говорят, ты просто профессионал, тебе надо куда-нибудь пойти. Вот если такие люди, они на открытое первенство могут приходить? Конечно, конечно могут. А есть какое-то вообще ключевое отличие, допустим, игры в бадминтон в зале и вот на реке под запах мяса? Смотрите, у нас стереотип, да, все равно у людей есть такой, что бадминтон это на улице. Детская уличная игра, да? И я больше чем уверен, все в детстве пробовали, у кого-то и ракетки свои есть, чтобы ездить на природу, но на самом деле, конечно, соревнования проводятся в специализированных залах, если мы говорим о соревновательном процессе. Вот, и в этот раз мы проводили там в новом большом универсальном зале с очень хорошим покрытием, да, с большой, ну скажем, с большими объемами самого этого зала, в который вошло там 7 площадок. Да, ну вот Олень не видно, вот за ее спиной есть фотографии, то есть там сразу на время на несколько кортов, да, где играли и вот те, кто помладше, и те, кто постарше, и судьи там отсматривали. А что получили победители? Ну это же какой-то все равно турнир, да, там кто-то выгнал, кто-то там куда-то поднимался. То есть спорткомитет города Благовещенска, естественно, нам очень помогают в наградной атрибутике, в питании судей все это нам предоставляет, и победители у нас были награждены кубками, а призеры уже грамотами, медалями. А еще мы знаем, что Благовещенски впервые сформировали сборную по пару бадминтонов, правильно? Да. Это в этом году, ну в том, получается, уже, да? В 23-м году. В 23-м. Как дела с этим обстоят? Ну знаю, сейчас уже в календаре даже включен турнир отдельный для этих людей, и будет чемпионат проходить вот, по-моему, в сентябре. А я все к первенству хочу вернуться. Подобного рода мероприятия еще планируются? Просто, может быть, кто-нибудь сейчас смотрит, думает, так, я в бадминтон играю хорошо, и в закрытых, и в открытых помещениях, и с завязанными глазами даже умею. Вот, может быть, есть такие у нас профессионалы, самородки, да, которые все никак не могут дойти до профессионального заведения, где их могут обучать. А навыки у них есть. Куда можно прийти, показать свои скиллы, так скажем? Ну, смотрите, вот сейчас мы пока занимаемся, у нас на Калинин 137 есть спортивный комплекс, специально там специализированные площадки по бадминтону со специальным покрытием там, да. Вот, и мы ведем занятия как и с детьми, так и со взрослыми. У нас также занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Ну, кстати, у нас будет проходить отдельный турнир для них, посвященный участнику СВО Руслану Петрухину. Это у нас будет 24 февраля проходить, посвящен памяти его будет, да. А так вот записаться-то можно? Да, конечно, можно записаться. Любой абсолютно желающий может прийти, попробовать. Ну, контактный телефон оставим свои, могут к нам прийти, мы обучим как бы именно как правильно это делать. Ну, вот да, то есть существует, как в любом виде спорта, существует какой-то ряд правил. То есть это не так, как вы привыкли, Володчик подкидываешь, жакеткой, бым, да, и все, и друг к другу. Там же вот вы играете через сетку, да, специальную, то есть, наверное, какие-то там шаги отмеряются, подача откуда-то определенную. Ну, просто вот я далека немножко, и мне поэтому все интересно. Ну, естественно, конечно, это правило, то есть мы это показываем, обучаем сеткой высотой, там, к примеру, метр пятьдесят два, да. Есть парная игра в бадминтон, есть одиночная игра. Ну, вот, знаете… Одиночная это как? Одиночная это когда вот один… Один на один. На кадре мы увидим сами, да, один на один девочка. А, вот так, в принципе. Я думала, вообще один человек стоит под рукой. Думаю, в чем соревнование заключается, а кто больше? Не, ну это мы с вами можем попробовать как упражнение. Это мы попробуем. Как упражнение. А вот, а так мы и проводили парный турнир, а во взрослом чемпионате мы проводили уже одиночный парный и смешанный парный турнир, когда участвуют на площадке мальчик-девочка, да, против мальчика-девочки. Ух ты. То есть вы сегодня, Лёш, с Алином, можете по участку. Это мы команда, получается, формированная. Давай и приступим, я думаю, потому что, мне кажется, прям все стоит проверить наши навыки вот во всем вот этом деле. Только немного вот тут вот сейчас все переустановим и вернемся. И вернемся. Оп, а вот и магия случилась. Ракетки для игры в бадминтон у нас уже в руках. И сейчас мы проведем маленький мастер-класс. Станислав нам расскажет, что нужно сделать, чтобы стать чуть-чуть более профессиональным. Чтобы стать чуть ближе к этому виду спорта. Станислав, давайте нам азык. Упражнений, конечно, много. Естественно, сразу все это не покажешь. Но места немного. Это самое главное то, как правильно держать ракетку. Давайте. Потому что все привыкли, помните, на природе или в детстве взяли ее как сковородку, грубо говоря. А мы так и взяли. И кто больше раз набьет. Ну, у меня так было, не знаю, как у вас в детстве было. Кто больше набьет. Но на самом деле наша задача, если когда мы говорим о соревновательном процессе, это выиграть соперника, который находится на противоположной стороне сетки. Поэтому основная наша хватка, которой мы держим ракетку, это как будто поздороваться нужно с ракеткой. Вот я детям когда говорю. Да. И поздоровался. И как-то вы ее в профиль держите, да? А потом повернули вот так. А. Все. И получается вот у тебя, да? Со всех сторон. Вот. У нас получается сверху удар, там снизу, например. Ничего себе. С правой стороны. Ну, допустим. Она такая легкая, такая невесомая. Нам уже сказали за кадром, сколько она стоит, бешеных денег. То есть, вот когда вот так вот, я просто помню, вот ты ее так держишь, вот эти вот ниточки терпят. Ковыряешь вот здесь вот. Так делать не стоит. Ну, смотрите. Потому что есть же ракетки, которыми играют на соревнованиях, а есть, которые на природе. Ну, естественно, которые на природе, они, почему постоянно рвутся вот эти струны? Валанчики заспревают в них, да. Потому что здесь у каждой ракетки специальная натяжка, допустим. Вот эти вот струны натягиваются на специальном станке. Да. И поэтому и удар, естественно, сильнее будет. Они тоже, конечно, рвутся. А их можно как на гитаре перетянуть, например? Да. Подтянуть, например. Вот так-то. А это вот у нас что? Это у нас... Это нота до. Это до, да. Так, хорошо. Давайте теперь с валаном. Теперь с валаном. Смотри, изначально простые упражнения. Это набивание валанчика просто вверх. Я надеюсь, у нас... Ой, я сейчас опозорюсь, мне кажется. Ну, насчет три, да, будем? И что, а кто больше? То есть мы просто подкидываем, да, и стараемся. Оп. Лови. Держи. У вас два. Да, стараемся. Ну, мне два. Смотрите, подождите. Да, Леш, я... У меня тоже два. Ты что, победил? Мне четыре, но вот таких маленьких. Лешка, короче, нас выиграл. Все, я буду... Ух ты! Это профессионально. На, держи. Давай попробуем это. А, вот это вот? Это уже чуть... Да, это чуть-чуть позже, да, чтобы поднять валанчик. В смысле? Вот так ракетно. Это какое-то волшебство. Да, да, да. Леш. Он должен приклеиться. Я вот так вот умею. 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 Вот так вот. О, у меня получилось. О! Алина, Лиля, молодец. Все видели. Так, а теперь давайте, у нас времени чуть осталось. Мы покажем, как делать правильную подачу. Подачу, да. Попробуем, кто попадет в операторов нашего. Тот и получает... Хорошо, он где? Тот получает внос от него. Так, ну давайте. Ну, конечно, все привыкли, что нужно подкидывать валанчик, как на природе. Еще и в прыжке. Но на самом деле мы подаем подачу, вот. У нас, конечно, есть правило, там, по-другому мы немножко держим ракетку, вот большим пальцем сюда ставим и поворачиваем в левую сторону. О, господи. Валанчик ставим вот здесь двумя пальчиками держим. Вот так. А три пальчика в сторону. Давайте, вы первый, Алин, потом ты по ним не ударить. Вот я поставил и потихонечку распил. Вы попали в Ивана. А надо сначала кинуть и потом отбить? Нет. Сначала, да. Самое главное отпустить, когда бьешь по нему. Вот, если. О, так, ну теперь я. Давай, Леша. Ваня, готов? Есть. Просто, как это называется в «Адметоне» не страйка, как по-другому, гол, как это, кстати, называется, вот когда победный. Победный? Нет, ну как, очков просто у нас. А, очков. О, все. Ну что, дорогие телезрители, мы сейчас Станислава поблагодарим за приятную беседу и за небольшой мастер-плаш. Спасибо большое. И прервемся на небольшой выпуск новостей. Надеюсь, что после него я буду в целости и сохранен. Потому что за эти 10 минут я буду стараться убегать от Ивана, в которого я сейчас попал в Аланчиков. Но вы не переключайтесь. Мы обязательно еще встретимся. У нас впереди много интересного. Дай бог. Мы продолжаем наше утро. Дорогие телезрители, Алина Спасская и Алексей Римон, как всегда, в этой студии встречают вместе с вами, ну, в рамках сегодняшнего дня, вторник, 23 января. И сейчас мы узнаем, что там у нас на небе происходит, да, в каком созвездии находятся те или иные знаки. Мы это все уже, конечно, просканировали, все это изучили. Точнее, ну не мы, а наши астрологи. И короткую информацию на день сегодняшний нам предоставили. Алиночка, что у нас сегодня ожидается? Да, вот я вижу в нашем студийном созвездии на небе звезды расположились следующим образом. Они говорят, что сегодня день будет крайне хорошим, благоприятным для всех каких-то жизненно важных моментов, для каких-то встреч, для каких-то задач. Поэтому вот пользуйтесь, пользуйтесь, пока звезды вам дают такой шанс, чтобы все у вас получалось. Планируйте сегодня, как-то какие-то задачи себе ставьте. И вот надо поймать удачу за год, я считаю. Но при этом, при всем, нужно быть сегодня очень внимательным, потому что, как говорят звезды, сегодня легко вас выбить из равновесия. Возможно, какой-то грустный человек пройдет мимо, что-то вот вам там, и вы такие сразу тоже станете грустными. Поддадитесь влиянию. Да, 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 сегодня вот это может произойти, поэтому ограничивайте себя от грустных, душных, неприятных людей. Пускай они там себе что-то грустят сами по себе, а вы на них внимания не обращаете. А вот к позитивным людям, наоборот, тянитесь, потому что они с позитивом и смогут вот как-то вот, получается, что, окутать, вот так вот обнять и сказать, все нормально, братишка, все будет хорошо. Ну, я думаю, что мы с нашими телезрителями договорились, и они точно последуют и нашим звездным рекомендациям. Но это такой был общий прогноз, а конкретный для каждого знака зодиака мы сейчас будем смотреть далее. Увны, события, которые будут сегодня происходить в вашей жизни только к лучшему. Тельцы, финансовая сторона прояснится, но ненадолго. Возможно, серьезные траты. Близнецы, доходы и расходы у вас будут расти в одинаковой прогрессии. Ничего изменить не получится. Раки, вам не мешает освежить в памяти события, на которые раньше не обращали внимания. Сегодня они окажутся судьбоносными. Львы, это слабый энергетический день, возможно, нервные срывы и усталость. Девы, сегодня вы всех удивите неожиданным и философским подходом к делам. Весы, творческая тема будет бежать быстрее, чем все остальные. Монотонный труд не ваш конек. Скорпионы, сегодня нужно заняться самовоспитанием, отказаться от вредных привычек и больше отдыхать. Стрельцы, предстоят многочисленные поездки, встречи и удивительные события. Козероги, вы сорвете бурю комплиментов, когда представите на общее обозрение свои творческие проекты. Водолеи, любое ваше слово, поступок или действие будет иметь вес в обществе, но постарайтесь соблюдать дистанцию с теми, кто вам когда-то в чем-то отказал. Рыбы, звезды предсказывают массу неприятных ситуаций, которые повлияют на психическое состояние. Только не замыкайтесь в себе, это наихудшее решение. Почти 2000 инициатив поступили по направлению качества жизни населения на форум «Сильные идеи для нового времени», который организовало агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» вместе с Веб-РФ. На текущий момент этот трек стал самым популярным среди неравнодушных граждан страны. Подать заявку на форум может любой россиянин, включая амурчан, до 31 января. Как это сделать и о сути проекта поговорим с нашей гостьей, координатором форума «Сильные идеи для нового времени» от агентства стратегических инициатив Адамурской области Анны Ворониной. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, пять минут мы наши беседы потратили на подводку, теперь давайте быстренько будем говорить о самом главном. Прям любой амурчанин может подать заявку? Прям любую идею, я бы так сказала. Да, суть форума как раз и состоит в том, что любой неравнодушный, инициативный гражданин Российской Федерации может высказать предложение, показать какой-то уже реализованный проект для его масштабирования и так далее. Вот в прошлом году, например, у нас была школьница школы города Белогорска, которая подала идею и она вошла в топ-1000 по России. То есть здесь, в принципе, по возрастному критерию точно нет ограничений. И эту идею реализовали? Да, конечно, здесь суть форума состоит в том, что, ну, знаете, это такой большой мозговой штурм в масштабах всей страны. То есть в том числе и те проекты, которые ищут поддержку. Может быть, кому-то экспертная поддержка нужна, чтобы доработать, сделать проект лучше. Кому-то нужна поддержка в части медиаосвещения. Возможно, кто-то ищет финансовую поддержку. Это тоже способ для того, чтобы инвесторы какие-то компании увидели, ну, то есть способ привлечь внимания. И здесь, конечно, самое главное – это неравнодушие, потому что в том числе из вот этих идей, проектов, предложений складывается, ну, по сути, стратегия развития Российской Федерации. А направление, идея, оно может быть какое угодно? Разное. Вот среди прочих, да, не только качество жизни, которое является самым распространенным, но это и технологическое развитие, развитие экономики предпринимательства. Это пространство для жизни, цифровые решения, предложения по формированию эффективного государства. Ну, то есть образование, труд, очень большой перечень. То есть, условно говоря, есть житель, ну, там, например, областной столицы. Вот он каждое утро ходит на работу или ездит на работу и думает, вот если бы вот еще было бы вот так, было бы удобнее. И он может обратиться, и это сделают. Ну, это не совсем про запросы. То есть, я сейчас написала, и там… Нет, но он с идеей, с идеей, естественно. Конечно. То есть, там, вот так вот, вот так вот, добавить вот это, вот это, сделать вот это, внедрить вот такое. Почему бы и нет? И, собственно говоря, да. Ну, почему бы и нет? Но здесь, конечно, самое главное – это заинтересованность того, кто подает. То есть, это не перечень задач для кого-то, да, для реализации. Это в том числе и человек, который подает, автор идеи, он готов вкладываться в реализацию данного приложения. Он должен аргументировать, во-первых, свою идею, да, то есть, для чего это, кому это нужно, какую пользу это принесет. И потом в дальнейшем, возможно, получить поддержку. Но мы знаем, что вот есть топы определенные, да, топ-10, топ-100 и топ-1000. Вот топ-10 – это идет к президенту и решается на федеральном уровне, да, топ-100 – это что? Топ-100 – это те лучшие идеи, которые получают акселерационную поддержку, получают в том числе финансовую. Это снятие административных барьеров, если они есть. Топ-1000 более широко популяризируется. Помимо этого, есть еще региональный топ. Это те топы, которые поддержаны либо органами власти, да, либо правительством в целом на территории, ну, того или иного субъекта. Так, а чтобы написать, ну, скажем так, свою идею, есть какой-то наверняка регламент. Ну, знаете, как вот люди проекты пишут, там, нужно суть, цели, миссии, там, что-то, какую-то научную работу, как будто бы сделать. Вот здесь что-то подобное есть? Как правильно все это оформить, чтобы люди, знающие, это могли правильно оценить? Да, конечно. На сайте «Сильные идеи для нового времени», то есть так и называется, есть, ну, определенный шаблон, она, форма эта в разы проще, чем, например, подать на грант. То есть, конечно, это название, это команда проекта, если она есть, или условно человек сам от себя ее подает. Это актуальность, шаги решения, какая нужна поддержка, ресурсы и так далее. Но по содержанию это, конечно, не научная работа, это не заявка на грант. Да, в разы проще, потому что здесь инициаторы форума, они понимают, что люди-то разные и с разным уровнем, с разным образованием. То есть здесь нет, ну, условных требований к заявителю, да, поэтому здесь, ну, конечно, заявка. Все, в общем, просто, чтобы было понятно каждому, и школьнику, и пенсионеру, и человеку, который вообще с документацией как бы не особо хорошо знаком. Но это на самом деле правильно. Ну да, ну то есть давайте еще раз вот для наших телезрителей подробнее озвучим такой вот прям пошаговую инструкцию, да, то есть он заходит на сайт, вот у него есть какая-то идея, заходит на сайт «Сильные идеи для нового времени», да? И там есть уже какая-то форма. Необходимо выбрать направление, к которому относятся идеи. Типа качество жизни, технологии. Эффективный труд и образование, как вариант, цифровые решения. Да, 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 предпринимательство. Заполняет достаточно простую форму и отправляет. Соответственно, у каждой идеи будет точно экспертная поддержка, то есть возможно предложение по доработке, возможно предложение о сотрудничестве. То есть здесь не обязательно идея может попасть в топ-1000, да? Обратную связь получишь по-любому. Обратная связь... Это хорошо, кстати, да. То есть в любом случае ты какую-то обратную связь и поддержку в свой адрес услышишь, да? Да. Ну вот на сегодняшний день около 50 идей от Амурской области уже подано. Мы знаем, что в прошлом году у нас было 107 идей, в позапрошлом 133. Ну то есть в принципе эта платформа пользуется достаточно большим спросом. Ну и судя по тому, что вот 5 идей, поданных от Амурской области в прошлом году, вошли в топ-1000, ну мы понимаем, что наши авторы, наши жители Амурской области обладают достаточно высоким потенциалом для того, чтобы их инициативы рассматривали в том числе и на уровне страны. Перспектива есть. Это точно. Поэтому, дорогие телезрители, кто хочет принять участие, кто хочет свою идею реализовать, у кого есть что-то, чем хочется поделиться и что хочется сделать для блага себя, своего региона и своей страны любимой, то до 31 января вы можете подать заявку. Да. Анна, вам спасибо за беседу. Надеемся, что идей у наших амурчан, таких творческих, разных, будет как можно больше. Спасибо. Алиночка, осторожно, не оборачивайся, за твоей спиной кое-что страшное. Я всегда, когда вижу это в почтовом ящике, я пугаюсь. И не важно, что мне уже 28 лет, что я уже почти женатый человек, это все равно мне каждый раз кажется безумно страшным. Это квитанция, боже, что мой. Я так и думала, что это какая-то взрослая вещь, да, какая-то квитанция, например, за счетчики. Леш, вот я тебе скажу еще сейчас одну страшную вещь, что они бывают от мошенников, понимаешь? Вот ты с настоящими-то не можешь разобраться, а если они еще и липовые, а сейчас схем много придумано. То есть мошенники даже тебе могут прислать квитанцию и в ней написать, что вот та была липовая, а вот эта вот настоящая, и вы что забудешь делать? Алин, я живу по принципу, я просто не плачу по счетчикам, я живу спокойно. Сейчас увидят службы и придут за тобой потом в следующий раз. Ну приходите, только если мне покажут все документы, скажут, это вот мы пришли вас отключать, там все, там вот я вот там, уполномоченный, все дела, вот тогда заплачу. Ну, кстати, у нас есть на эту следующую тему сюжет как раз, и кто же имеет право проводить такую работу, конкретно писать эти квитанции, что в них писать. Вот давайте мы посмотрим и все вместе разберемся, ты внимательно смотри. Дорогие коммунальщики, я на самом деле все плачу, это так, шутки ради, но посмотреть информацию все равно стоит. Мошенники могут не только предлагать на месте поверить счетчик во время поквартирного обхода, но и запугивать штрафами и санкциями, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования. Чаще всего с оборудованием в квартире все в порядке, и оно не нуждается ни в проверке, ни в переустановке. И если хозяева квартиры соглашаются на уговоры, лжекоммунальщиков, они рискуют потерять деньги. Более изощренная схема – массовая рассылка уведомлений по почтовым ящикам о необходимости скорой поверки и приборов учета. Такие поддельные документы могут выглядеть как совсем примитивно, так и быть почти точными копиями официальных платежных документов. Однако, как бы подобные уведомления не выглядели, они остаются подделками или всего лишь рекламными рассылками. Никакого отдельного уведомления о дате поверки счетчиков не приходит. Дата поверки счетчиков обычно указывается в едином платежном документе в квитанции за ЖКУ. Либо если вы передаете показания через региональную информационную систему госуслуг в личном кабинете, данные о следующей поверке указаны в этом сервисе. Где еще можно узнать о дате ближайшей поверки счетчика? В самом паспорте на прибор учета. На официальном платежном документе с ФИО собственника. За несколько месяцев до поверки там указывают информацию о необходимости это сделать. Если поверка проходила с сентября 2021 года, то дату следующей поверки теперь можно будет увидеть в Федеральной государственной информационной системе ОРШИН. Но специальный отдельный документ никто не направляет. Поэтому, если вы вдруг получили уведомление о том, что нужно срочно поверить счетчике согласно закону, и если не выполните в ближайшее время, то будете платить по повышенным тарифам, не спешите звонить по номеру телефона, указанному в данном документе, и заказывать услугу. Это такого рода реклама от не очень добросовестной компании, которая таким пугающим методом пытается заработать, навязать свои услуги. Часто такое уведомление размещают якобы на документе от МФЦ или Единого информационного центра. Но можно сравнить два документа. Обычно рисунки в виде герба отличаются. Нормативными правовыми актами предусмотрено проводить регулярную поверку приборов раз в 4 года для счетчиков горячей воды и раз в 6 лет для приборов учета холодной воды. Куда обращаться, если поверка на самом деле нужна? Выполнять проверку счетчиков на воду может только одна из аккредитованных для такой цели компаний. Адрес и телефон компании можно найти в интернете или обратиться в свою управляющую компанию. Перед тем, как вызвать специалистов, нужно обязательно проверять аккредитацию компании. Росаккредитация специально создала реестр организаций, которые имеют право заниматься поверками счетчиков. На нем можно проверить, имеет ли организация соответствующую аккредитацию. Для этого потребуется наименование и или инонен организации. Специалист, проверяющий компанию в течение суток, должен внести данные о поверке счетчика в реестр Федеральной государственной информационной системы «Аршин». Владелец счетчика сможет получить доступ к данной информации в соответствующем разделе по номеру счетчика. Ну что, как говорит наш режиссер, давайте прощаться. И правильно говорит, потому что, ну все уже, вот мои часы показывают, программа подошла к концу. Ну только единственное, я бы поправила не прощаться, а говорить до новых встреч, потому что мы обязательно скоро еще увидимся в эфире Амурского областного телевидения. А давайте конкретики. Когда? Когда? Ну получается в четверг наш традиционный день. Это что будет? 23-е, 25-е. Вот 25-го, дорогие мои, вот здесь, на этом же месте, в это же время, Алина Спасская и Алексей Римман, так же, как и сегодня, будут вас встречать, делиться полезной и интересной информацией и напоминать о том, что не только нужно наше утро смотреть, да, на Амурского областного, но и вообще все передачи, потому что тут круглосуточно полезно, интересно, весело и развлекательно. Вот так вот. Все, все запомнили, все приняли к сведению. До новых встреч. Мы вам говорим. Субтитры подогнал «Симон»!